МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Книгу делает бестселлером. Приведите несколько ярчайших примеров последних лет. Книгу делает бестселлером попадание в какие-то не всегда осознанные ожидания и потребности общества. Например, история с феноменальным успехом Гарри Поттера – это история о том, как на протяжении многих лет издатели и общество игнорировали потребность детей и подростков в серьезной литературе. Считалось, что дети – существа бессмысленные, и длинную книжку они прочитать не могут с многими героями. И, соответственно, детские книги становились все короче, все проще, из них уходил сложный сюжет. Считалось, что так и надо. Поэтому, когда Джоан Роулинг все-таки сумела пробиться к читателю, к издателю и сумела предложить подросткам книгу сложную, глубокую, неординарную, длинную, внезапно оказалось, что огромное множество детей только этого и ждали. И таким образом рождается бестселлер. Завтра вы об этом целую лекцию прочитаете, а вот в рамках этого короткого ответа я уловил здесь такой момент, что, в общем-то, все устроено в книжном мире так, что главный здесь издатель. Именно он решает, допускать того или иного писателя до аудитории или нет. Совершенно нет. Главное, на самом деле, читатель. Потому что издатель может строить какие-то гипотезы и догадки. Однако в конечном итоге успех определяется исключительно читателями. Мы постоянно видим, что, например, издатель начинает бурную рекламу какой-нибудь книги еще до ее выхода, говорит, что это потенциальный бестселлер, права на экранизацию куплены HBO, все такое. А потом книга выходит, и читатель ее не любит и не берет. И все прекрасные издательские прогнозы отправляются в топку. Вы упомянули «Гарри Поттера», в связи с этим я упомяну, наверное, то, что перевод не всегда бывает удачным. У нас есть первичный перевод «Гарри Поттера», к которому все привыкли, все фанаты знают его. И есть другой перевод «Гарри Поттера», который сейчас выпускается. И, в общем, очень много критики именно к спивак. Так претензии предъявляются, потому что перевод не очень удачный. Насколько от перевода вообще зависит успех книги? Ненасколько. Это очень плохая новость для людей, которые чувствительны к литературному слову, к художественному выражению, вообще к хорошему тексту. Но на самом деле, честно сказать, первый перевод, так называемый «росменовский перевод», он тоже не очень хороший. Он очень неточный, он очень неточный интонационно, он далеко не безупречный по каким-то таким переводческим решениям. Другое дело, что мы к нему привыкли. И перевод спивак, он тоже плохой, скажем честно. Но он не то чтобы радикально хуже, просто он другой. Читатели сумели полюбить эту книгу даже сквозь перевод. То есть, конечно, мы все всегда хотим, чтобы перевод был хороший. Но, к несчастью, это далеко не всегда определяет успех. Есть и обратная ситуация. Про многих писателей можно такую полушутливую фразу услышать, что их произведения сильно проигрывают в оригинале. Ну, на самом деле, это тоже не совсем правда. Как правило, так говорят про конкретно двух писателей. Это Курт Вонегуд и Селлинджер, которых просто переводили на русский в то время, когда считалось, что перевод, он должен немножко улучшать оригинал. Он не должен быть точным, он должен быть лучше. И поэтому русские переводы этих двух писателей, которые абсолютно вошли в русский культурный канон, Селлинджер – великий русский писатель в переводе Риты Райт Ковалёвой. Поэтому они другие. Они улучшенные, они более приглаженные, они более привычные. Поэтому можно говорить, что они нам больше нравятся. Сказать, что они лучше, чем оригинал, это, конечно, довольно наивно. В контексте перевода и бестселлера я вспомнила ещё одно произведение «50 оттенков серого». И я помню, что когда пошла шумиха, что все стали читать эту книгу, я спросила у человека, который читал её в оригинале. Я говорю, возможно, перевод был плохой. Она говорит, нет, оригинал точно такой же плохой. Но тем не менее, книга продаётся, это бестселлер, снимается кино. Как это можно оценить? Что хочет публика? Почему она покупает? Во-первых, хорошая новость для людей, которые любят хорошую литературу, состоит в том, что если вы зайдёте на любой сайт, например, на Amazon, на сайт New York Times, бестселлерс, вы не найдёте «50 оттенков серого» даже в первой сотне. Это был очень короткий всплеск, который полностью сошёл на нет. Если сейчас просто в поисковой строке набить «50 оттенков серого», вам выпадут ссылки на фильм. Книгу все забыли. Фильм тоже потихонечку забывают, но книгу забыли окончательно. И это связано с очень простой вещью. Читательская аудитория – это по большей части женщины, замужние, с образованием средним, неполным, высшим, 35+, не вполне, видимо, удовлетворённые своей семейной, сексуальной, женской реализацией. Для них эта книга была просто… Буквально в начале каждой главы должна была быть написана. «Дорогая Марья Ивановна». То есть они это воспринимали как очень персональное послание. Это была такая квинтэссенция всего, чего вот этим женщинам, которые формируют костяк читательской аудитории, в моменте не хватало. Вот мы сейчас говорим «хорошая книга», «плохая». А есть ли какие-то критерии объективной характеристики книги, что её делает хорошей или плохой? Есть вещи, которые позволяют отсечь совсем уж трэш и шлак. То есть всё-таки, если книга написана крайне примитивным, плоским языком, если у автора проблемы со словарным запасом, если у автора проблемы с элементарным выражением мысли, эти вещи, их видно. То есть на самом деле, я думаю, что ни у кого из нас с вами, я думаю, что и у телезрителей нет проблемы отличить совсем плохую книгу, вот такую безнадёжно плохую, от книги средней или хорошей. Проблемы начинаются дальше. А когда начинается разговор о хороших книгах, когда, например, вручают какую-то литературную премию, объявляется шорт-листом из шести номинантов, вот как из шести хороших выбрать одну лучшую? Это всегда субъективный выбор. В том, что касается диапазона от среднего до гениального, нет никаких объективных, надёжных критериев. Есть такая известная книга «Западный канон» английского, англо-американского филолога Гарольда Блума, который предложил два критерия для определения великой книги. Он говорит, что «Великая книга» – это либо та книга, вообще тот писатель, который сумел что-то изменить необратимым образом, после которого литература не была прежней, или, наоборот, это такая книга или такой писатель, стиль и мастерство которого никто не может повторить. В этом смысле, например, у нас есть прекрасный пример Пушкин, который русская литература после Пушкина – это совсем не то, что русская литература до Пушкина. Мы какого-нибудь Карамзина можем читать, но нам трудновато. А всё, что после Пушкина – это уже, в общем, современность. Это язык, это стиль, это манера, которая вполне актуальна и сегодня. И в то же время писать под Пушкина никто так и не научился. Вот, да, тут некоторые бесспорные, как говорят экономисты, кейс. Но это редкий пример. Обычно мы всё-таки опираемся при определении великой, большой, прекрасной, хорошей, нормальной, средней, добротной книги. Мы опираемся на некоторый персональный вкус, персональный читательский опыт и собственную мотивацию в моменте. Если ты хочешь почитать хороший, крепкий, увлекательный, мастерски написанный детектив, а тебе предлагают, не знаю, Джойса, ну, очевидно, что Джойс, наверное, тебе покажется не очень, потому что ты хотел другого. Я бы хотела спросить ещё о такой вещи. Например, мы все знаем, что Евровидение, конкурс недавно прошёл, политическое оцениваем. Всё зависит от того, какой у тебя сосед, какая политическая ситуация. Когда вручается премия книги писателю, что на это влияет? Есть ли какие-то тенденции, которые, скажем, ну, не связаны с качеством языка, стиля, жанра, а связаны с какими-то внешними вещами? Это претензии, которые обычно адресуют Нобелевской премии по литературе. Остальные премии подвержены этому гораздо в меньшей степени. Нобелевская премия по литературе, да, она вручается не только по литературе, но ещё и не только за литературу, но и за хорошее поведение. Причём не только за хорошее поведение писателя, но и за хорошее поведение его страны. Но на самом деле я не знаю ни одной литературной премии, которая бы открыто или даже скрытно игнорировала литературное достоинство. То есть, как правило, это чемпионат мира или страны, или языка по литературе, в котором рассматриваются ещё и другие критерии. То есть плохой писатель очень редко может претендовать на важную литературную награду. Другое дело, что при выборе из многих хороших, как вы сказали, из шести хороших, иногда опираются в том числе и на какие-то вне литературные характеристики. А сколько вы читаете? Как много вы прочитываете в месяц, в неделю, в день? Я бы сказала, что я читаю в среднем от 50 до 100 страниц в час. И я каждый день читаю от двух до шести часов. Ну, соответственно, можно посчитать. То есть это ваш рабочий день? Да, это мой рабочий день. То есть, в общем-то, роман в 600 страниц вы вполне способны носили за один день? Да, если это не сложный роман. Ну, вот скажем, я прилетела в Таллинн с пересадкой из Красноярска в Москве, и вот по дороге из Красноярска до Таллина, с учётом пересадки, я прочитала полтора среднего размера романа. Но зато я читала всё время. Галина Языфович была у нас сегодня в гостях. Известный российский литературный критик, приехавшая в Таллинн на фестиваль «Хеатриа». Ты завтра, в субботу, она выступит в креативном пространстве «The Mansart» в Старом Таллине с лекцией «О чём говорят бестселлеры?» «Как всё устроено в книжном мире?» Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.